Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Правозащитная работа как прикрытие незаконной финансовой пирамиды. Сотрудники финансовой милиции разоблачили видеоблогера из Калинковичей, который создал социальную финансовую сеть несколько лет. Вместе с подельниками обманывал вкладчиков, обещая им просто космические проценты. Частных инвесторов искали по всей округе. Участникам предлагалось разместить на счетах компании деньги и ни о чем не беспокоиться. Суперуспешной фирме обещали до 365% годовых, а для тех, кто приводил новых вкладчиков, бонусы и дополнительный доход в виде тех же процентов. Группа подельников видеоблогера шагала широко и быстро. Обещая нереальную, но заманчивую прибыль они привлекали людей по всей Гомельской области. Проводили тренинги и семинары в Минске, Молодечино, Бресте, Пинске, Калинковичах, Барановичах, Жлобине и Мозыре. Известный своей правозащитной деятельностью видеоблогер внушал доверие, а его команда разводила людей на деньги, сообщая им, что финансы будут вложены в благотворительность и выгодные коммерческие проекты, прибыль от которых и позволит всем вкладчикам жить на проценты. Но о том, что такой доход формируется только лишь из вкладов, менеджеры финансовой пирамиды умалчивали. Именно на их счета и переводились средства всех одурманенных вкладчиков. В результате данной преступной деятельности организатор и основные участники пирамиды получили доход более 400 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 УК. Организатор Манько задержан и находится под стражей. Еще одно попавшее в западню животное спасли сотрудники МЧС. В деревне Сычман Рогачевского района жеребенок проверил глубину местного колодца. Хозяин самостоятельно вытащить животное не смог и обратился в МЧС. При помощи хозяйственного пожарного рукава и веревки спасатели вытащили жеребенка на поверхность. За истекшую неделю это уже не первый случай, когда спасатели выезжают на оказание помощи животным. В связи с этим хотелось бы призвать общественность обращать внимание на незакрытые колодцы и люки во избежание подобных инцидентов. А в Гомеле в микрорайоне Западный сгорел автомобиль. Видео в сеть выложил очевидец произошедшего. На записи видно, как владелец машины пытается ее потушить, но попытки тщетны. Пламя удалось сбить только пожарным. Об ущербе не сообщается. Основная версия причины возгорания – неисправность электропроводки. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.